В этом ролике я вам расскажу о том, как я ушел в минус на 100 миллионов рублей. Я вам расскажу и покажу, как это произошло и почему я теперь бомж. Поэтому ставьте лайки, конечно же подписывайтесь на канал. Также я записываю это видео с нового микрофона, поэтому напишите, звук стал лучше, хуже или остался такой же. Ну и конечно же, если вы еще не играете на проекте Мазин Холиплей, то начинайте все полезные ссылочки в описании под видео. И конечно же, не забывайте вводить мой промокод. Пишите //MM промокод, указать друга ютубера и вводите самый лучший промокод полканов. За этот промокод вы получите 450 тысяч, его можно вводить на любом сервачке. Ну а я вам могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита. Смотрите видео от начала до конца, ставьте лайки и конечно же подписывайтесь на канал. Видосик реально получится интересный. Я думаю, всем нравится, когда кто-то теряет бабки там и так далее. Всех обнял, приподнял, смотрите и кайфуйте. Ну что ж, давайте начнем с самого начала. Как вы знаете, я продал таксопарк, купил себе транспортную компанию и хотел ей так плотно заниматься. Добавил там красные премии, x15, 1%. Все было хорошо. Поначалу мы реально классно катали, забирали 2 дня подряд топы. То есть все было максимально хорошо и классно. Реально, мне нравилось, то есть люди работают, получают деньги, я получаю награды, как и хотел. Но, к сожалению, это продлилось всего лишь 2 дня. То есть мы накопили там 15 наград и на этом все остановилось. Дальше мы не могли забрать ни одну награду. Ну и как вы понимаете, это ненормально, но я думаю, ладно, ладно, подожду. Возможно, как-то что-то поменяется и будет все хорошо. Но по итогу ничего в принципе не поменялось и я дальше сидел просто раздавал бабки, а сам взамен ничего не получал. За моей спиной находится та самая компания, которую я приобрел после того, как продал таксопарк. Как вы можете заметить, она находится в государстве. То есть да, я ее устрел. Сейчас объясню почему и как это произошло. Получается, я хотел себе купить вот эти номера, которые стоят на РСКе и мне нужны были деньги. У меня не было этих денег, я не хотел там в долг брать, еще что-то делать. И я решил продать 3 магнума. У меня всего было их 7, я продал 3 и купил себе эти номера. По итогу осталось 4 фуры, но этих фур не хватало, чтобы люди работали. Потому что поток был хороший, люди хотели работать, но 4 фуры это реально было мало. И поэтому я увидел то, что продают компанию. Продают компанию, там 9 тягачей, 7 магнумов, 2 газона, топливо прокачано, есть награды. И я подумал, зачем я буду покупать сюда фуры обратно? Мне проще купить другую компанию. И именно я это и сделал. Я взял, продал фуры. Напомню то, что с каждой фуры я ухожу в минус на 3 миллиона. С 7 фур я ушел в минус на 21 миллион. Понимаете? Уже 21 миллион. Плюс я еще слил в госкомпанию, это уже получается минус 2 миллиона. То есть я уже потерял 23 миллиона рублей. Также у меня было 15 наград, которые я накопил. Но я не стал там делать обмен, там какой-то собирать людей. Я просто обменял эти награды. И кто-то закинул из людей деньги обратно. Кто-то не закинул, но это уже в принципе не важно. Ну что ж, продолжаем нашу историю. Как вы понимаете, денег у меня купить новую компанию не хватало. Ее продавали за 125 миллионов. У меня на тот момент было около там 70 миллионов. Где-то 75. И мне не хватало там 50 миллионов. Я попросил своего друга. Он мне одолжил 50 миллионов. И я поехал, купил получается вот эту компанию. Вот эту компанию продавали. Я ее купил. Потому что ну реально было в принципе выгодно. Я выгодно ее купил. Здесь полностью там прокачано топливо. Здесь есть много фур, есть награды и как бы местоположение вроде бы как неплохое. Теперь давайте я вам покажу автопарк. Вот такие вот у нас здесь автомобили. То есть они разбросаны по-ебански, я это понимаю. Но самое главное то, что они есть. То есть условия для работы теперь вообще идеальны. Как бы топливо есть, фуры есть. Я думаю, блядь, все. Да, сейчас поплет нахуй. Будем топы брать. Но в итоге нихуя подобного. Ничего абсолютно не поменялось. Как мы не брали топы, так мы дальше их и не берем. Но это еще не самое интересное. Самое интересное то, что я был должен уже 80 миллионов. То есть я позычал 30 миллионов, чтобы купить елик. И позычал 50 миллионов, чтобы купить компанию. По итогу я понимаю то, что мне этот елик нахуй не нужен. И хочу его продать. Я его продаю один день. Второй день. Третий день. Четвертый день. Он нахуй никому не нужен, пацаны. Вообще никому не нужен. Я его купил за 115 миллионов. Там был третий чип. Аудио, нитро, гидравлика. Прям такой елик, который я хотел. Но я понимаю то, что у меня есть РС, у меня есть газон, у меня есть М5. И четвертая машина мне по факту не нужна. Мне нужны бабки. Я пытался продать эту машину. Но в итоге у меня не получалось продать за ту сумму, которую я хотел. Ну и что вы думаете? Кирюшка ушел в минус с этой машинки на 30 миллионов рублей. Я продал ее своему кенту за 85 миллионов. Поэтому и лучше, пацаны, на 02 ничего не покупайте, потому что вы это потом хуй продадите. Я вам серьезно говорю. Это уже не первый раз у меня такая ситуация. То, что я что-то покупаю. И потом я, блять, это не могу продать вообще. Никаким, блять, образом. Реально просто. Это невозможно. Ты покупаешь за одну сумму. И за эту сумму реально ты не продашь. Поэтому лучше берите по низкой цене. Лучше вообще ничего не берите. Ездите на великах. Потому что я этот елик реально заебался продавать. И в итоге продал в минус его 30 миллионов. Да, пацаны, в итоге я ушел в минус на 100 миллионов рублей. Возможно даже больше. Там уже я считать не буду. Но реально очень много денег потерял. Самое смешное то, что это, пацаны, не конец истории. А сейчас я вам расскажу прям вообще самое интересное. Как вы можете заметить, у меня денег нету. То есть у меня на руках 600 тысяч. Это все мои деньги, которые у меня есть. Вы можете вот сами во всем убедиться. То есть у меня в банке 50 тысяч. На руках 660 тысяч. И на промокоде у меня получается 450 тысяч. Это все мои деньги. То есть да, я получается отдал долг. Один и второй. То есть я отдал 30 миллионов и 50. То есть я никому не должен. Но у меня оставалось там 10 миллионов на премии. И благополучно за 3 или 4 дня я эти деньги потратил на премии И у меня осталось ничего Поэтому с этого дня я убираю премии И поэтому моя компания, можно сказать, будет заморожена Кто желает, может, конечно, приходить, работать, катать Процент будет 5 Ну что ж, теперь давайте поговорим о том, почему я замораживаю компанию Почему я убрал премии На это есть несколько причин Первая причина это то, что я потратил все деньги То есть мне не за что выплачивать премии Это просто бессмысленно, пацаны, бесполезно Какие бы я премии не платил, реально бесполезно Получается, есть компания, Чилов Компани И как бы у нас с ними всегда была конкуренция надальна То мы то выбрали, то они, то мы обратно Потом они ушли, вернулись там и так далее Но пацаны реально катают в день по 10, по 15 часов То есть они постоянно катают Не было такого дня, чтобы они не катали Понимаете? Не было такого дня, блять Я зайду утром, они катают Я зайду вечером, они катают Я зайду ночью, они катают То есть они постоянно катают У них постоянно минимум там 200, 300, 400 рейсов То есть с ними тягаться нереально То есть я думаю, ладно, там недельку катают Я думаю, может заебутся как бы, ну Не будут так жестко катать Но они катают стабильно дохуя Стабильно, они катают много То есть я вам даже сейчас рейтинг покажу Вот, смотрите, просто рейтинг, блядь Просто рейтинг, у них за день Время, блядь, 9.30 утра, нахуй У них уже 500 рейсов, понимаете Что по итогу могу я сказать Компании я продавать не буду Потому что, ну, продать ее В принципе, я, наверное, не смогу Потому что я купил за 185 миллионов Там фуры все за награды Да, их там много, но мне кажется Никто, в принципе, компании не покупает Но пока что я ее продавать не буду То есть она такая будет чисто В заморозке, буду принимать тех Кто захочет просто, и все Я подкоплю бабосики И обязательно верну премии Поэтому ждите, как бы все будет красиво Я думаю, кто там на втором Хочет создать компанию и составить им Конкуренцию, пацаны, даже не думайте Просто, ну, я с человеком нормально Общаюсь, как бы, мы у жителей друг к другу Относимся, поэтому, если что там Без негатива и так далее, я думаю, они понимают Пацаны реально мощные, то есть Реально, красавчики Ну, я не тоже там завидую, как бы Обижаюсь То есть пацаны реально красавчики Молодцы, что так ебашат Зарабатывают бабочки Ебашат жестко рейсы Реально, типы ебанутые Реально ебанутые И им составить конкуренцию Я реально не могу Ну и конечно же, ребята, хочу напомнить То, что у меня есть свой промокод Пишите Слэш ММ Семой пункт Промокод Указать другу ютубера И вводите самый лучший промокод Полканов Его можно вводить на любом сервачке Вводите Качайте уровень И получаете 450 тысяч Ну что ж, ребятки Я думаю, можно поработать Немножко дальнобойщиком Позарабатывать денежки Чтобы серия была Не такая уж, знаете Напряженная Информативная Но бабочки Пацаны Тоже Нужно как бы зарабатывать Если что У меня вот 110 скиллочек Как бы Оп, берем 53 тысячи О, нормалек А если мы еще за себя Реиз дадим О, ля-ля Просто Бабулеты будут лететь Дай боже Просто, понимаете Как бы, ну Надо учиться На своих ошибках Понимаете Поэтому Лучше не делайте Моих ошибок Не покупайте там Машины какие-то Неликвидные Я он еле как купил Вроде пиздатый Еле кебать Но он нахуй Никому и нужен Кроме меня Понимаете И по итогу Продал его Еле-еле Как просто Я не знаю Каким чудом И то я самому продал Потому что он согласился Забрать За 85 Хотя я готов был Уже продавать За 80 Понимаете Не на 0 первом Блядь Я уже играю Братанчик На 0 втором Уже Блядь Сколько 9 месяцев А он пишет Ты разве на 0 первом Не братан Не на 0 первом К сожалению Или к счастью Я не знаю Для меня уже 0 второе Как в родной Понимаете Ну как дома Чисто Я чувствую То есть Я реально Очень быстро Адаптировался Привык То есть У меня здесь друзья Знакомые Блядь Короче все в шоколаде Бать Семья Тыка Нахуй Друзья Поэтому я себя Пиздатно здесь чувствую Поэтому приходите На 0 второе Пацаны Бабусики Крутятся Девочки Мутятся Та-та-ра-та-та-та Та-ра-та-та-та Бачком Залетаем А ну-ка Сюда Иди Кобыла Ты 53 тысячи Бать Та ты шо Та ты шо О-та-та-та-та Просто реально Пацаны Я вот сидел Думал То что Вот может реально Там В долг взять У кого-то На премии Может быть Им все потеряно Хорошенечко Еще раз подумал Я понял то что Мне выгоднее Катать для себя Понимаете Реально Мне намного Выгоднее Просто катать для себя Утать бабки И зарабатывать Еще деньги Из промокода Хотя деньги Из промокода Я трачу на ролики Поэтому пацаны Реально Войдите Буду бабочки Там раздавать Видосики снимать Кайфовать Там и так далее Поэтому кто реально Хочет начать играть Либо думает Там Либо Блять Уже играет Но у него нету Пятого уровня То вводите Мой промокод Палканов Пацаны Обязательно вводите Потому что За ваши денюжки Я снимаю интересные ролики Делаю импэшки На стримах Там и так далее Поэтому вы мне этим Очень сильно помогаете И сами зарабатываете Ой 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 Тормози ты шо Блять Володя нахуй Не газуй Блять 60 стоит Не видишь Ты шо Заебал Ну что ж ребятки Я думаю На этом мы будем заканчивать Я надеюсь Что вам это видео Понравилось Ставьте лайки Конечно же Подписывайтесь на канал Все полезные ссылочки Есть в описании Под видео Поэтому заходите Смотрите И начинайте играть Вместе со мной Я вам в этом ролике Поведал историю О том Как я остался бомжом Как я потерял 100 миллионов Поэтому Вот в принципе Как то так Я думаю вам этот ролик Был интересен Полезен Всех обнял Приподнял Всем пока пока